Важно действительно понять, за что волонтер реально отвечает и какие последствия его действий. То есть, если он хочет рисковать и попытаться уволить директора какого-нибудь заведения, то понятно, что вряд ли у него это получится. А с третьей стороны, если он поднимет шут на все соцсети, то какой-то маленький процент есть этого, но, скорее всего, просто волонтеров туда больше не пустят. Как вот у нас недавно выгнали группу без объяснений и все. И она, может, не может в больницу ходить, хотя там все было чисто, никаких конфликтов. Если хочется долгосрочно сотрудничать с учреждением, то к руководству приходится идти, учитывая их ценности, их интересы, их регламенты, их потребности, и как-то уважительно, тонко и политически вести с ними беседы. То есть, соответственно, оставить свои права бесполезно. Но важно понять, в чем ценность. Любое вовлечение в какую-то свою позицию, в свою хорошую деятельность, надо начинать с понимания того, что у другого человека в ценностном, так сказать, арсенале стоит. Что ему важно и ценно в данной ситуации. И о чем с ним разговаривать, что ему будет интересно. Что может ему чем-то помочь, его развить как-то, что-то у него улучшить. Если я прихожу только что, дайте мне то-то, то-то и то-то, может дадут, может не дадут. Если я говорю, что у вас есть такие-то штуки, мы можем вот это улучшить, то тут уже разговор может быть немножко более конструктивный, более интересный. Но у нас, опять же, я повторю, в стране пока с волонтерством все очень трудно в учреждениях. Сколько я понимаю, законные регламенты не особо на стороне волонтеров. И приходится использовать тонкие дипломатические и такие дистантные приемы уважительного, такого почитательного общения. Но если, конечно, что-то вопиющее происходит, и такое ужасное, опасное, то да, есть какие-то истории, когда волонтеры поднимают шум, и что-то там меняется. Но это, конечно, не так часто и не всегда эффективно. Субтитры создавал DimaTorzok